Здравия всем! Вы на канале Марка Елена Дерегетти. Лайнер, на котором я нахожусь, находится рядом с островом Минорка. Если его вот так вот видно... Я забыла как-то в каюте палочку, друзья, на которой надо снимать. Поэтому вот держу руками и с вами общаюсь таким образом. Вышла принять солнечные ванны. Здесь вот такие вот шикарные бассейны. Раз. И с той стороны ещё один такой же. Четыре джакузи ванны. Не знаю, вам видно или нет. Есть также сауны. Есть также бани турки. И там ещё четыре джакузи, только в крытом помещении. Есть спортивный зал. Так, что ещё есть? Спортивный зал. Есть также спа, где мы делали массажи. Где мы делали мне лицо, массаж и всего тела. Там же я купила себе замечательный, шикарный крем для лица на ночь, которым я пользуюсь. Так, что ещё у нас здесь есть? Соответственно, бар и рестораны. Здесь всегда живая музыка на любой вкус. Здесь есть замечательный театр. Почему он замечательный? Потому что все, кто там делает нам представление, каждый день, каждый вечер, два раза. А было даже три раза. Я это записывала. Буду выставлять потихонечку, когда приедем 16-го числа домой. Мы в круизе 10 дней. Круизные лайнеры всякие разные. Я подписалась в компанию Incruzos. И когда мне мой вышестоящий говорил, что Лена, ну давай уже приглашай кого-то под себя. Давай уже рассказывай. Я говорю, Влад, я не умею так. Мне нужно самой съездить, попробовать, прочувствовать, осознать. И вот тогда я смогу рассказать, как я себя чувствую. Друзья, мы когда зашли на борт, с мужем миловались, целовались. Настолько были довольны. Мы были впечатлены с нашей встречей, что все были улыбчивые. Все к нам прекрасно относились. Выслушивали нас, что бы мы хотели, как бы мы хотели. До этого мы еще заказывали, чтобы у нас были совмещенные кровати. Ну, две разных. Потому что, когда один человек встает на одном матрасе, то другой может проснуться. Ну, друзья, здесь два матраса, соответственно, нам тоже сделали. Но не в этом дело. Просто нас так укачивает люденько. Иногда, не каждого. И мне это вообще нравится. Я люблю в поездах спать. Ну, в поездах совсем другое. Там тук-тук-тук-тук. А здесь такая тишина плавная. Очень мне понравилось это. И вообще, я вот первые три дня было много эмоций. С установками, без установок. Всегда нас развлекают. Друзья, за ваши деньги, то есть за деньги, которые мы заплатили благодаря инкрузу с компанией. Да? Ну, это вообще, это замечательно. Я не жалею о том, что я туда вошла. Мы собирались год назад еще поехать в эту поездку. Но у нас не получилось в связи с событиями пандемии. И Марка такой, говорит, ну все, компания капут. Я говорю, нет, подожди. Я говорю, ничего же никуда не испарилось. Как мы все были, так там и есть. И действительно, все замечательно обошлось. И даже те люди, которые перестали платить, их все равно потом позвали и сказали. Ну, неважно, у всех были ситуации разные. И это не зависело от того человека. Это зависело вообще от мировой экономики. И от мировых событий. Поэтому всех их дальше пригласили. И они дальше начали продолжать платить. И, в общем-то, чудо-чудное, дело дивное. Как бы я сказала всегда. И смотрите, когда люди не путешествуют и сидят дома, нет у них возможностей. А смотрите, когда есть возможности, то нужно ими воспользоваться. Потому что возможности, ну, как бы их можно вернуть. Но уже не в том... Знаете, два раза в одну и ту же воду не войдешь. Она проплывает. Что еще нельзя вернуть? Время, вернуть молодость. Несмотря на то, что люди делают пластические операции, но все равно это уже не то. Ну, про здоровье частично, возможно, может поправить. Но не совсем сто процентов. Поэтому возможности, которые у вас есть сейчас, так же, как были у меня, я этого, конечно, особо не осознавала, потому что я никогда не была на лайнере. Я передвигалась на большом пароме, где грузили внизу автомобили. Это было... Это было очень давно. Я особо-то и не помню. Там было много магазинов, там было много ресторанов. У нас была внутренняя каюта. Я была жутко уставшая. И за один день я ничего не могла осознать. Это было очень давно. Поэтому, когда меня муж спрашивает, а ты ездила? Я говорю, я не знаю, я ездила или нет. Назвать это, что я ездила на большом лайнере? Нет, конечно. Это была Финляндия, Стокгольм. Вот переправа. Поэтому там люди вообще-то, ну, как бы, пользуются этим. И пользуются этим возможностями. Потому что покупки здесь, в бутиках, это всё равно, что вы покупаете в аэропорту, да, или на самолётах. С хорошими скидками. И, друзья, прекрасная погода. Сегодня 13 октября. Люди, смотрите... Сейчас я вот так разверну вам, чтобы вы... Люди, смотрите, плавают в бассейне. Потому что в бассейне 22 градуса тепла воды. На солнышке вот так сидишь, нагреешься. И, естественно, тебе хочется как-то вот охлануться. Вот. Сидят в джакузи. Очень прекрасно проводят время. Опять же, такие концерты, спектакли. Это настолько интересно, настолько заводит и заряжает энергией, что я просто очень рада этому. Я приглашаю вас в нашу команду с Марка и вместе путешествовать. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Не упускайте свой шанс путешествовать вместе с нами, вместе со своими партнёрами, вместе со своими родственниками, вместе со своими детьми. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.